В прошлом году компания Молдова ГАЗ зафиксировала прибыль в размере 1 миллиарда 282 миллионов леев. Об этом говорится в отчете, опубликованном на странице предприятия. Доходы выше по сравнению с потерями, которые составили в 2022 году 961,5 миллионов леев. Компания объясняет прибыль положительной разницей в курсе валют при расчете и обслуживании исторического долга перед Газпромом. При этом, согласно данным, задолженность левого берега Днестра по голубому топливу 10 миллиардов 900 миллионов долларов. Почти столько же, сколько ВВП Республики Молдова, которая составляет 14 миллиардов долларов. Долг Приднестровья в 2023 году вырос на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Крупнейшими должниками являются энергетический сектор 110 миллионов 600 тысяч долларов. Местные тепловые пункты свыше 191,5 миллиона долларов. Промышленность 4 миллиона 300 тысяч долларов и население 400 тысяч долларов. В Молдова ГАЗ утверждают, что правый берег Днестра задолжал компании 709 миллионов долларов. Речь идет об историческом долге, по которому Кишинев провел аудит и который официальные власти не признают. По итогам 2023 года выплаты Газпрому за поставленный газ без учета левого берега Днестра составили 433 миллиона 400 тысяч долларов. Молдова ГАЗ сообщает, что в прошлом году был закуплен метан у Энергоком на сумму 533 миллиона 800 тысяч долларов. У Газпрома импортировал на сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов. Однако весь объем был доставлен в Левобережный район в обмен на поставку электроэнергии на правый берег. Отметим, что бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фортуны сообщает, что на этой неделе она подала запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией по поводу схемы закупок природного газа и потребовала расследования по делу о мошенничестве и злоупотреблению в служебном положении. Она считает, что резкий скачок цен на газ, из-за которого две трети населения оказались за чертой бедности, является результатом циничной игры властей. Ни в Министерстве инфраструктуры и регионального развития, ни в Минэнерго данное обращение не прокомментировали. Пятый канал направил запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией с просьбой рассказать о расследовании по поводу процесса закупок природного газа, которые были начаты в прошлом году, но ответа мы пока так и не получили. Ранее лидер нашей партии Ренат Усатый также обратился в судебную инстанцию, настаивая на более низких тарифах на природный газ. Однако ходатайство Усатого было отлонено Кишиневским судом сектора «Центр» как необоснованное. Политик сообщил, что его адвокат обжалует это решение в столичной апелляционной палате. Напомним, что в период с мая 2022 года по январь 2023 «Энергоком» закупил почти 600 миллионов кубометров голубого топлива по средней цене 1024 доллара. А молдавские потребители платили по тарифу почти 30 лев за кубометр газа. Прокуроры обязаны инициировать расследование, если есть подозрения в совершении коррупционных действий. А недавние обвинения со стороны министра инфраструктуры Андрея Спыну, связанные с расследованием организации тендера в Кишиневском аэропорту, не могут помешать прокурорам. Об этом заявила в эфире телеканала ТВ-8 глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драголин. Понимаю, что есть разные мнения, но могу вас заверить, что прокуратура по борьбе с коррупцией расследует все, что происходит. Мы нигде не объявляли о начале уголовного процесса. Уголовный процесс был начат в январе 2024 года. Мы занимаемся своим делом. Как прокуроры мы обязаны расследовать, если есть подозрения. Часто бывает, что в результате мы отказываемся от проведения уголовного преследования, если нарушения не обнаружены. Но каждый раз, когда есть подозрения, мы обязаны расследовать, независимо от того, кого это касается, является ли он представителем власти или оппозиции. Так мы поступаем и будем поступать. Ранее как председатель парламента Игорь Гросу, так и министр Андрей Спыну выражали недовольство в связи с начатым прокуратурой по борьбе с коррупцией уголовным расследованием по тендеру в Международном аэропорту Кишинева. Вызывает горечь то обстоятельство, что правоохранительная структура инициировала расследование по этому делу после того, как некий очень токсичный индивидуум из среды троллей, среды которой распространяют всякого рода слухи, ложь и так далее. Я очень коллегиально высказываю свое мнение, чтобы представители правоохранительной структуры, которая это инициировала, были бы немного более избирательными, когда вслушиваются вглашатая беглеца, бандита. Вот это ухудшает имидж этой структуры. А Андрей делает, делал и будет делать очень хорошо свое дело. Этот аукцион проводится с февраля. У них было много времени, чтобы затребовать документы. Они решили прибегнуть к публичному прессингу через это уголовное дело почти в последний день тендера. Столько времени ждали, чтобы в итоге инициировать дело после публикации псевдо-не-зна-чего. Инициировал прокурор, который в прошлом занимался какими-то очень сомнительными делами, связанными с Плохотнюком, Додоном и так далее. Отметим, что второй тендер на передачу в аренду коммерческих площадей в Международном аэропорту Кишинева не состоялся. Единственная подавшая заявку компания Лагардер не представила всех необходимых документов. Аэропорт инициирует третий тендер. Оппозиционные политики и многие эксперты считают, что в обоих тендерах условия писались именно под французскую компанию Лагардер. Они утверждают, что за этим стоит министр Андрей Спыну. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает. Прокуратура по борьбе с коррупцией проводит уголовное расследование по тендеру в аэропорту. Пятому каналу представителей ведомства сообщили о проверке ряда фактов, в том числе по признакам злоупотребления служебным положением. Скандал, связанный с главой Генерального инспектората полиции и бывшим лидером партии Република Унири Серчу Макану, чей сын – один из тех, кто незаконно припарковал свою машину возле здания МВД. Авто увидел руководитель инспектората Виарил Черноуцану, который вызвал полицию, чтобы зафиксировать нарушение двух водителей. В пресс-сообщении правоохранителей говорится, что владелец одного из автомобилей, а именно сын Макану, якобы не дождался прибытия патруля и уехал, но его остановили на другой улице для документирования случая. Кроме того, информационная система данных показала, что за этим автомобилем числится восемь совершенных нарушений, штрафы за которые так и не были оплачены. В заявлении полиции также указано, что во время документирования случая Виарилу Черноуцану якобы позвонил отец водителя, но тот не ответил на звонок. Тогда мужчина решил дозвониться в приемную главы генерального инспектората с просьбой связаться для разговора. В социальных сетях Макану не стал отрицать, что звонил Черноуцану, но не сказал, почему он это сделал. В видеоролике он сообщил, что его сына задержали вооруженные полицейские и доставили в отдел контроля дорожного движения и документации, обвинив Черноуцану в том, что тот якобы приказал отобрать водительские права. Вы не представляете, что произошло в следующий момент. Через несколько минут его задержали на улице Щусева, где у него офис. Три экипажа вооруженных полицейских стояли, держа руки на боку, там, где находятся пистолеты. Романа Макану задержали и доставили на улицу Хынку 3А, где находится отдел контроля и документации дорожного движения. Было все проверено, все кадры с камер наблюдения. В результате у него не смогли забрать водительские права, каким был приказ Черноуцану. Задокументировать он прокричал указания по телефону, то, что услышал Роман. Он слышал, как они провели целую операцию по его поимке. Макану также выдвинул обвинение в адрес Черноуцану, который, по его словам, прикрывает премьер-министра Дарина Ричана. Его мышцы напряглись, челюсть свело в тот момент, когда Роман, пусть и не испугался его, не упал к его ногам, как он падает ниц перед Ричаном и Майей Санду, потому что Ричан – его хозяин, приведенный им, приведенный к Майей Санду, чтобы дать ему чин генерала. Жена Черноуцану работает в администрации президента Майей Санду. Что может случиться с Черноуцану? В подтверждении сказанного Макану рассказал о некоторых полицейских, которые были уволены после того, как оштрафовали Черноуцану и других, которые хотели возбудить против него уголовное дело за незаконное обогащение. Однажды он похвастался в телестудии, что его остановила полиция и оштрафовала, чтобы показать, насколько он европеец и демократ на своей должности. Пресса поинтересовалась, что случилось с полицейскими, которые его на самом деле остановили. Никто из них больше не работает в полиции, как и еще один человек, который пытался сфабриковать дело о незаконном обогащении, больше не работает в правоохранительных органах. Этот человек – миллионер, завтра он будет министром внутренних дел, потому что это их жизненное пространство, а у нас в этой стране нет жизненного пространства. Мы обратились к начальнику генерального инспектората полиции за комментариями по поводу заявлений Серджио Макану, но он не ответил на наши звонки. Мы также позвонили пресс-секретарю правительства Даниилу Воды, который также не ответил. Полиция заявила, что сын Макану не оспаривал решение о санкциях, признав допущенные им нарушения, уплатив все назначенные штрафы. Вслед за пенсионерами, обещанные руководством Гагаузии надбавки в размере 2000 леев, начали получать и бюджетники, проживающие в автономии. Люди очень рады такой поддержке, тем более обещано, что она будет носить регулярный характер. Некоторым работникам одного из детских садов села Кангас деньги на счет уже поступили. Очень хорошее подспорье для моей зарплаты. Так что у меня муж, когда имеет работу, когда нет, для нас, для сельских, это, наверное, для всех очень большое подспорье. Большое спасибо всем, кто нам дал эти деньги. Хочется надбавки, хочется, чтобы нам увеличивали зарплату, потому что, как и каждому жителю нашей республики, страны, услуги дорогие. Очень обрадовались, когда услышали, что будут эти надбавки. И думаем, что мы их дождемся. СМС-сообщение было, но еще не успела получить. Это очень хороший подспорье. Помощь. Ну, надбавка 2000 леев, я считаю, что для людей, проживающих в Гагаузии, это очень хорошая надбавка. Средняя зарплата воспитателей в детских садах автономии составляет 6000 леев. Технический персонал получает не более 4000. Выплата ежемесячных надбавок пенсионерам и бюджетникам – одно из предвыборных обещаний Башкана Евгении Гуцул и команды Илона Шора в рамках целого ряда социальных программ, которые финансируются из небюджетных средств при поддержке меценатов. Предоставление помощи от партнеров и инвесторов, по словам Гуцул, стало возможным после подписания руководством Гагаузии соглашения с одним из крупнейших российских банков, который открыл для жителей автономии специальные счета. Ранее Евгения Гуцул заявляла, что ими смогут воспользоваться около 25 тысяч человек. 20 тысяч из них – пенсионеры, 5 тысяч – бюджетники. По данным властей Гагаузии, до 1 мая материальную помощь в размере 2000 леев получили более 40% пенсионеров. Для кого-то пасхальные праздники – это радость и близкие люди за одним столом, а для других – надежда на чудо. Как, например, для 31-летней Дарины Непомичи села Старые Дубосары Криулянского района. Пять месяцев назад ее жизнь разделилась на до и после, после того, как она узнала, что ее муж страдает неизлечимой болезнью. Это произошло перед Новым Годом. Помните, как об этом узнали? Многого не могу рассказать, потому что мне стало плохо, когда сообщили эту плохую весть. Муж остался с врачом, потому что я упала в обморок. Тогда ей показалось, что небо обрушилось на нее тяжелым грузом, ведь теперь она должна была быть сильной не только для своего мужа, но и для троих своих детей – двух девочек 10 и 12 лет и трехлетнего мальчика. На лечение в Румынии супруги потратили более 5000 евро, заняв деньги у родственников и друзей. Муж был единственным источником дохода этой семьи, и когда он заболел, семья осталась без средств к существованию. У нас нет румынского гражданства ни у меня, ни у мужа, ни у детей, поэтому в Румынии мы много заплатили за лечение. Для нас это очень много. Эти 5000 евро – ваше сбережение или одолжили? К сожалению и к несчастью, у нас не было этих средств. Нам помогли родственники, близкие люди. Болезнь застала нас без одного лея в доме. Теперь вам нужно переживать, как вернуть эти деньги? Думаем, как, но есть и те, кто помог нам безвозмездно. Как вы справляетесь? Как проходила ваша жизнь до и сейчас, после того, как вы обо всем узнали? Раньше было очень хорошо. Муж ходил на работу, я была дома с детьми, у нас трое детей. А сейчас даже не знаю, что сказать. Теперь на мне все. Помогаю мужу, детям, школы, еда, детский сад, домашняя живность. Сейчас семья живет за счет помощи близких. И в этом году их пасхальный стол будет скромным – яйца и кулич. Это праздник Святой Пасхи. Господь добр, все мои мысли о муже. Я не думала о столе. Будет то, что пошлет Господь. Будете красить яйца, печь куличи, запекать ягненка? Ягненка готовить не будем. Кулич сделаем, потому что я и мои девочки, мы все его любим. Нам выпечка нравится, Пасху обязательно сделаем. Про ягненка и не думали. А другие блюда? Из других блюд мужу нравится холодец. Я, честно говоря, не думала о каком-то меню. У нас сейчас нет какого-то набора блюд. Тогда, когда все было хорошо, я бы вам многое назвала. Сейчас есть, что есть. Семья из пяти человек живет в маленьком и скромном домишке, оставшемся им в наследство. Дарина готовит в летней кухне, поэтому зимой и каждый раз приходится тепло одеваться. О ванной или душе не идет и речи. Все моются, как в старые времена – в тазу. В планах было отстроить новое жилье, но теперь женщина со слезами на глазах говорит, что хочет лишь одного – чтобы муж поправился. Никому такого не желаем. Теперь все хозяйство на Дарине. Ее единственная опора – дети, которые помогают, как могут. Купили цыплят. Девочки и малыш кормят их. Они помогают мне, как могут. Девочки постарше, поэтому они кормят животных, убирают. Я работаю в теплице, а они в доме. Кормят живность. У нас кролики, цыплята. Когда вы их купили? Цыплят недавно родители купили. Они нам помогают. Потому что мужу из-за болезни нужно более легкое мясо. Мясо птицы, ягнятина, чтобы было нежирное. Родители решили помочь, и неделю назад купили мне цыплят. Муж Дарины отказался появляться в кадре. Это его право. Семье не помочь, нужна помощь и поддержка, чтобы их пасхальные праздники были светлее. Те, кто неравнодушен к их боли, могут протянуть им руку помощи. В Республике Молдова более 3 миллионов 200 тысяч граждан с правом голоса. Такие данные содержатся в Государственном регистре избирателей, опубликованном Центризбиркомом. Согласно информации ЦИК, более 2 миллионов 700 тысяч из них относятся к административно-территориальным единицам второго уровня, то есть проживают в районах страны. Разницу в 292 426 человек составляют лица, которые являются гражданами Республики Молдова, но не имеют прописки или зарегистрированного места жительства, в том числе те, кто эмигрировал за рубеж. Еще около 270 тысяч граждан с правом голоса проживают в Приднестровском регионе, находящемся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова. Напомним, что на 20 октября текущего года запланировано проведение президентских выборов и одновременно с ними референдума о вступлении страны в Евросоюз. Официально эта дата еще не назначена, но она предусмотрена в проекте решения парламента, одобренного Конституционным судом.